Привет, зритель! Я в этот раз как-то запоздала, уже у нас 25 января вроде как. А я только ещё вспомнила про мои фавориты одежды и обуви зимы. Так вот, это платят подписчицы в подарок на прошлый адрес. И я в нём шастую в гости на какие-нибудь сабантуи или просто какие-то такие типа гости. Или туда, где вот надо, ну как, в платье идти. Или лучше в платье пойти. Ну я как бы не в нём в одном шастую, сейчас я ещё на куртях и схожу. Я тут и валенки приволокла, как ты видишь. И кошка к нам протёрлась, пока я тут шастала. У меня есть шарфик, который мне подружка связала. Она уверяет, что он не зимний такой, а весенний. Но он по цвету и по толщине подходит мне к куртяхе моей. Я вспомнила ещё, что у меня есть набор белая шапочка, белый шарфик. Но чё-то вот как-то я их в этот раз ещё не носила. Хотя они как раз вот на совсем такой дубак. У нас уже был такой дубак. У меня там есть одна шапка, но я чаще таскала другую, которая менее тёплая. А ту шапку у меня тоже подружка вязала. Да, я люблю вот эти носочки. Но у меня было вообще три пары белых носочков и чёрные носочки. Но у них у всех резинка фигахнулась. Поэтому это то, что осталось. Сейчас тут поближе подойду. Или подальше. Так. Вот так. Положим пока сюда телефончик. Куртяху на днях надо постирать будет. Я вообще, когда её покупала, может быть ещё на металке. А может быть уже когда канавала. Если кто помнит все вот эти мои автор и шматья. Дайте знать в камеру. Насчёт этой куртяхи. Обозревала я её на канале? Или как типа новокупленную? Или нет? Там внутри ещё есть такой карманчик. Я про него периодически вспоминаю. Но он такой это. Если что-то положить и пошёл куда-то. Я его практически не использую. Вообще я в катюшон я не хожу. Я хожу в шапочке. Вообще она как бы выглядит по-другому. Но мне удобнее её загибать. А подружка ругается. И я её связала. Она совсем в другой модели была. Но типа одевается и свисает с башки. Но она у меня как-то или растянулась. Её надо постирать как-то, чтобы она сузилась. Специально постирать. Может с какой-то другой температурой. Или она такая была. И просто с меня как-то сползала. И мне удобнее было. Вот так. Сейчас я гляну на себя. Как я выгляну. А в зеркало-то не глянуть. Что-то я тут цвет-то холодный сделала. У меня она более зелёная, чем жёлтая. Я сейчас прервусь, поменяю цвета. Вот хэзли с жёлтым цветом. Она всё равно такая как бы не жёлтая. Может на камере, на мониторе она будет нужного цвета. Ну короче она такая ближе к тёпло-жёлтому. А тут выходит тёпло-холодная. В смысле холодная, жёлтая. Сейчас ещё раз попробую со светом поиграться. Ну в общем пофиг. Может это ещё даёт знать то, что у меня сверху не все лампочки. Я всё никак пятую не включу. Если ты зритель знаешь, как исправить ситуацию или какой-то ещё иной цвет. Потому что я-то снимаю двумя кольцевухами и ещё такой лампой. То можешь поделиться со мной в комменты или кинуть меня этим светом. Вот здесь я устрою облачко. Типа загонать лёльке, скажи ей спасибо. Или типа того. А вот здесь будет облачко. Типа всё ещё ждёшь АСМР. Какого-то конкретного плана его нет. Подпишись на Бусть. Всего лишь 200 рублей в месяц обеспечат тебе как минимум 3 АСМР. И ранний доступ к этим АСМР. Ну короче продолжим. Шапочка. Да, кстати это. Рукавички у меня тут. У меня вообще 3 пары рукавичков. Но чаще я таскаю вот эти. А-а-а. Мне их тётя подарила. Они двойные. А ещё у меня есть вот эти. Самопал. Кажется их тётя вязала. А может бабушка. Ещё. Фильм знает. Они совсем шерстяные. Когда вот тепло в них колюче. А последние дни я шарстаю в перчаточках. Которых осенью обычно шарстают. И сегодня я в них тоже шарстала. Ну обычные такие перчаточки. Где-то я их покупала. Не знаю где. Чё-то последние дни, даже когда было холоднее, чем ну ходить в перчаточках. Надо было как в рукавичках. Я в перчаточках шарстала. А я шарстала в перчаточках. Вот это валенки. Новые. Не сказать, что не подшито старенькие. Новые валенки. Я их наверное уже обозревала. Совершенно не скользкие. Отличные. Единственное, что у нас почему-то наше управление городом слипит песочком уже пятый год. Вот как я тут живу. Как-то не там, где надо. Ну в смысле от домов выходишь так насыпано. А дальше, чтобы выйти на основную дорогу, соединяющую другие, с той двумя другими домами. Или допустим детской площадкой выходит с детёнышами. Там голый лёд. И никто даже не пытается посыпать песочком вообще. Может наш дорогой мэр или кто этим заведует, думает, что люди выходят из дома и сразу летать начинают. Летят до определённого места, где этот песочек появляется. Загадка. Я каждый год тут, когда зима наступает, думаю, блин, интересно, будет песочек в голове? Или опять? 25. Она мало того, что не чистится, когда надо. Когда вот эта сляка всякая такая. Трактор там не проезжает. Я как-то пару раз шла в этом году. И ещё только когда тут первые года жила. Едет трактор и буксуют на одном месте. Или ездят по одному месту. А потом, наверное, бумажки ставят. Я тут всё очистил. Смотрите, я бензин айстратил дофига. А там, где надо прочистить, нифига. Короче, сначала там идёт каша. Потом эта каша тает, замерзает. Потом это вот такие буераки. И голый лёд такой буерачный. И вот они, конечно, меня спасают. Они не дают скользить. У них хорошая подушка. Мне сегодня комплимент какая-то женщина типа бабушки сделала, когда я с почтой в солнечном вышла, забирая посылку, которую я отдельно обозрю. И эта самая, которая ушла куда-то, потом говорила, не о посылке речь. Так вот это. У них хорошее сцепление со льдом. Но из-за того, что, во-первых, у нас уже пятый год обещают сделать в этом части района свет, но не делают. Темно. Из-за того, что, во-вторых, там ничего не делают, дорога не чистят её зимой. И песочком не удабривают. Ну, хотя бы песочком посыпали бы. Слов нет. Даже матных. Даже на эсперанто. Но мне как бы позволяет идти. Вот когда днём ещё более-менее видно и чуть побыстрее идёшь. А когда сумерки или уже темно, идёшь очень медленно. Молишься всевозможным выдуманным богам из моей инферносферат. И думаешь, как бы не долбануться. И матюгаешь мысленно тех людей, которые ответственны за то, чтобы посыпать там песком и очистить дорогу. Но они этого не делают. Так вот. Отличные валеночки. Там ещё есть сноубутсы. Я их сейчас тупо одену. Когда поменяю на валеночки. Сноубутсы. Новенькие. В них я хожу, когда мокрый при этом снег. Или совсем лужи и мало снега. Ну, а как-то я в них выперлась. Думала, что мокрое немного снега. А оказалось, гололевит. И у них тоже хорошее сцепление с льдом. Ну, они, конечно, менее тёплые, чем, допустим, валеночки. Но тоже хорошие. Сейчас будет переодевашка, поэтому я пока прервусь. Ну, и второй прикид. Водолазка вот эта, ну, она такая, как тонкий свитер. И штаны синие, тёплые, там, махрушка изнутри. Ну, и ещё какие-нибудь носочки одеваются. Если надо по-быстрому добежать, то я сноубутсы одеваю прямо без носочков. Прямо вот так вот дошёл. Чё-нибудь там принёс, унёс. И это, всё с той же курткой. Я сейчас, когда куртку снимала и переодевалась, пришла к выводу, что у меня же очки хамелеоны. Может быть, эта куртка на самом деле так и выглядит. Как я на камеру её увидела. Не так, как я на неё смотрю в хамелеонах. Они же слегка затемняют, как-то. Цвет меняют. Вот. Руки по швам. Тут у меня эти бантики. Иногда, ну, как бы, не затягиваю бантик, а просто вот так подвязываю. Короче, вот, зрители. Это мои фавориты зимы, одежда и обуви. Маловасто, да. Но у меня там есть ещё какая-то водолазка. Какой-то такой типа слегка синтетический свитер. Водолазка примерно в такой же цветовой гамме. Свитер ближе к такому сиренево-розовому. Ну, и что-то я таскаю в основном вот это. Иногда какую-нибудь футболку. Ну, это... У меня всегда какая-нибудь разная футболка. Иногда футболка от домашнего костюма. Чисто, чтобы добежать до магазина. Кто там видит? Я ж не буду в магазине снимать куртку и говорить, смотрите, как у меня футболка с домашнего костюма. Так вот. Всё. Ну, всё. Сейчас будет ещё отдельный обзор шматья. Ну, там, в одной вещи такой. Халатика. Я уже думаю, носки не обязательно на камеру мерить. Их можно просто показать отдельным обзором. Так вот, если ты любишь обзоры шматья, то через какое-то время увидишь ещё один обзор шматья. Спасибо за просмотр. Пока!